привет друзья меня зовут романов даниил и так ребят мне давненько уже атакуют эктоморфы так с какой-то такой периодичностью часто худенькие ребята пишут мне и просят совет о том как набирать мышечную массу но я-то сам являюсь толстожопиком то есть эндоморфом и тема такая вот найти как минимум не моя но мнение у меня по этому вопросу конечно же есть так как я все-таки в теме и не так давно мне этот вопрос в личку опять же поступил о том как набирать все-таки худому ту самую заветную мышечную массу мышечные объемы в общем ребят я выскажу свое мнение это мнение эндоморфа толстожопика так что приступаем итак ребят эктоморфом обычно отдают такой стандартный как бы совет типа если хочешь набирать мышцы то тренируйся реже и ешь больше в силу того что у тебя и без того быстрый обмен веществ а если ты будешь тренироваться чаще то обмен веществ еще больше ускорится и ты не будешь расти если честно такой совет для меня был всегда странным потому что причем здесь рост мышечной массы и ускорение обмена веществ если честно тут особой связи не вижу ведь быстрый обмен веществ это благоприятно сказывается для жиросжигания например также для лучшего пищеварения то есть еда и все нутриенты усваиваются гораздо лучше они не идут подкожный жир они идут именно туда куда нужно на построение данном случае мышечных мышечных объемов мышечных тканей а как такой совет влияет например на синтез белка либо на гормональный фон на повышение гормонов которые участвуют в наборе мышц я не совсем понимаю если взять например у нас эндоморфов то есть толстяков есть такой миф что якобы эндоморфы растут быстрее становятся быстрее массивными ну да принципе это так и есть я вот реально мне стать массивным проблем никаких нет я за неделю могу набрать 5 килограмм это просто без суеты но я наберу эти объемы только из жира и в счет подкожного жира допустим взять меня сегодняшнего я вешу примерно сегодня 90 или 92 килограмма при росте 176 при этом у меня нет пузо или брюзглого живота но по меркам бодибилдинга я жирный и если меня просушить до уровня так называемого эктоморфа то есть худого то примерно я весил бы ну не более 80 килограмм это примерно 78 либо 80 таком сухом более или менее виде но мышечную массу сами мышцы сами вот эти вот мышечные волокна мы в принципе эктоморфы и эндоморфы растим плюс-минус одинаково тут все конечно же зависит от генетики человека от его предрасположенности к набору и именно мышечной массы не в целом жиромассы ребят да это мог вы внешне как бы растут медленнее но и я в данном случае эндоморф расту не быстрее того же худого не просто объемным и большим казаться гораздо проще а тем более когда вот зимой там либо осенью в одежде так я вообще бляха крепыш просто так вот что касается этого самого совета худым парням тренируйтесь реже жрите больше да если этот худой паренек начинающий если он только вот начинает тренироваться когда конечно ему то принципе любому будто и к тому эндоморф мезоморф на начальном периоде тренироваться каждый день как минимум нельзя два либо три раза в неделю будет не то что достаточно а только так и нужно но если взять худощавого парня который тренируется давно например ну от года и выше то есть это уже весьма опытный и тренированный человек который восстанавливается гораздо быстрее чем раньше на начальном этапе то подобный совет тренируйся реже и жри больше не сработает просто у тела не будет причины для роста потому что тело восстанавливается быстрее этой нагрузки которую вы даете ему дважды в неделю не совсем будет достаточно я понимаю можно уходу ухандокать себя так за тренировку что потом и недели будет мало это идти но если ваша цель себя ухандокивать за тренировку тогда пожалуйста а если же вы тренируетесь головой то есть даете необходимую нагрузку для того чтобы мышцы росли необходимое это не обязательно то есть мантулить по полтора два часа чтобы активировать рост мышечной ткани я вас уверяю достаточно будет 30 40 минут за тренировку при этом отдыхать 40 60 секунд между подходами это интенсивно это сжато но мышцы будут постоянном напряжении что ребят мой совет худым парням такой если ты опытный если ты тренируешься уже год и больше не бойся тренироваться ежедневно но при этом не надо мантулить спортзале по полтора два часа тренируйся от 30 до 40 минут но это без учета разминки размялся ты там не знаю 10-15 минут после чего приступай к тренировке тренируйся интенсивно сжато делает так каждый день ну конечно же то что каждый день например воскресенье это будет отдых или даже воскресенье и суббота при этом хорошо питаетесь у худых парней гораздо больше плюсов чем у нас эндоморфов вот реально я смотрю пару на худых они скулят плачут не могу набрать вот я бедные несчастные ребят если вы набираете то вы набираете сухую мышечную массу если мне например набрать сухую это практически невозможно у меня в любом случае растет подкожный жир по крайней мере набирать мне очень тяжело чтобы не наращивать параллельно жир и мне чтобы набирать более или менее в сухую мне толстяку мне по ходу дела приходится еще делать кардио тренировки при том делаю я их ежедневно по чуть-чуть но ежедневно а вам худым эктоморфом делать это принципе не нужно у вас и без того быстрый обмен веществ еда усваивается быстрее те нутриенты доходят на восстановление гораздо лучше гораздо эффективнее и меня очень удивляет друзья как когда казалось бы профессиональный какой-то тренер я в youtube и таких часто видел я не хочу говорить имен и фамилий когда этот самый профессионал дает совет эктоморфу тренируйся дважды в неделю больше ешь и все будет у тебя классно ты будешь расти мы мне если честно это смешно повторюсь если на начальном периоде то конечно же это логично человек мало тренированы человек постановлюсь еще плохо часто и тренировки ему только повредят но если человек уже тренированный он опытный он тренируется больше года но 2 тренировки так как минимум мало или даже 3 тренировки недели но я понимаю друзья это конечно же если есть возможность тренироваться ежедневно ведь мы работаем чем-то заняты другим у многих ребят зал стоит далеко не на первом месте как такой вспомогательный момент, как обдушина в жизни. Но если есть возможность тренироваться ежедневно, пусть по чуть-чуть, по 30-40 минут, то делайте это. Ведь, чтобы ваши мышцы росли, ваши мышцы эктоморфов, нужно в вашем теле создать потребность в белке. А такую потребность могут создать только тренировки. То есть, тело требует белок для восстановления и для строительства мышечной ткани. Так что, ребят, вот такой вот мой совет может быть непопулярный, но многие из вас просили и, в общем-то, вот он. А вообще, я же говорю, у эктоморфов преимуществ больше, чем у эндоморфов. Потому что вы набираете только сухую массу. Мы набираем массу вместе с жиром. И потом еще вынуждены худеть, делать перилы так называемой сушки. И даже, например, набирая, вот я сегодня, я вынужден сидеть на диете. Если, конечно же, я не хочу разъесть свою задницу. А эктоморф может есть практически все, что угодно. Все это утилизируется, все это усвоится. Пойдет на восстановление энергозапаса, гликоген и на построение мышц. Так что, товарищи эктоморфы, не стоит жаловаться на судьбу, а стоит искать в своем виде телосложения плюсы. Тем более, искать там нечего. Там сплошные, пожалуй, плюсы. И не бойтесь, друзья, тренироваться. Все, ребят, я надеюсь, видео было полезным. Вот такой вот у меня ответ, может быть, где-то эмоциональный. Но как-то так. Ребят, с вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия. И до скорой встречи. Пока, друзья.